МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 марта в областном Акимате прошло аппаратное совещание. В зале были руководители госорганов на видеосвязи Акимы районов. На повестке дня два вопроса. Главный спасатель региона докладывает о текущей ситуации по подготовке к паводку. По словам Павла Филиппова, на прошлой неделе замминистра МВД страны положительно оценил готовность оперативных служб. По итогам поездки даны поручения руководителям соответствующих ведомств. Проведенное обвалование в селе Келлер в Катанишинском районе имеет разрешение в местах проезда, техники и прогона скота. Проводимая работа Акиматами сельского района по увеличению сброса воды из озера Большой Тарангул через сифонные трубы недостаточно. Очистка вода сбросного канала вблизи села Чириковка до настоящее время не проведена. В Петропавловске вывезли более 800 тысяч кубов снега, чистят ливневки. Когда завершат эту работу, Акимобласти интересовался у градоначальника. 1 апреля ливневка будет полностью почищена. На сегодняшний день очистление сооружения полностью занимается этим вопросом. Помимо этого, в этом году впервые для очистки ливневой канализации мы заключили договор аренды, пригнали спецмашину из города Екатеринбург, которая создает давление 200 атмосфер. На сегодняшний день они приступили к очистке ливневки по улице Джамбула. 1100 метров на сегодняшний день очищено. Благодаря этому на сегодняшний день с ближайших углевц полностью обеспечен стекл воды. Глава области отметил, что сегодня необходимо быть максимально готовыми к паводку. А вовремя предпринятые меры позволят избежать ЧАЭС. Вовремя проведенная работа по расчистке снега, по раскрытию всех этих водопропускных сооружений, и так далее, и так далее, приводит к сохранению дорожного полотна, прежде всего, понимаете, шкалей. У нас еще снега, я проехал очень много территорий, и по районам проехал за эти дни. Очень много снега, который еще у нас лежит на дорожном полотне, на проезжей части, на пешеходных дорожках. В ночное время, почему только три района работают? Поэтому, Аким и районов, обеспечьте работу в две смены, как минимум. Предварительные итоги социально-экономического развития за прошлый год – это второй вопрос. Кумар Аксакалов озвучивает данные по основным показателям, которые максимально влияют на благосостояние населения. Руководителям госорганов необходимо активизировать работу по трудоустройству североказахстанцев. Наша задача, чтобы самозанятые были переведены в категорию занятые. То есть, мы говорим и ставим задачу, чтобы создавались постоянные рабочие места. Люди, которые оплачивают пенсионные отчисления и налоги оплачивают. В этом году улучшить показатели североказахстанцам предстоит в отрасли промышленности и по привлечению инвестиций. Кумар Аксакалов поручил Акимам районов исключить бюрократические препоны и поддерживать малый и средний бизнес. На 2017 год в регионе запланирован ввод всего шести проектов карты индустриально-инновационного развития. С момента реализации данной программы, так не все районы работают. Более 50% в карту индустриализации вошли предприятия, находящиеся на территории города Петропавловска. А остальные в трех районах области, это Исильский, Жамбульский и Мамлюцкий, на сегодня отсутствуют проекты второй пятилетки. Как это понять? Я не принимаю работу Акимов этих районов по данному направлению. Есть над чем работать и в агропромышленном комплексе. В регионе необходимо больше перерабатывать собственную продукцию, а во время посевной выполнять все агротехнические приемы. Нужно больше выращивать экспортоориентированные культуры и закупать качественные семена. Необходимо продолжать работу по диверсификации посевных площадей, увеличив площади масличных культур на 39%, изреднобобовых культур в полтора раза с 89 тысяч гектаров до 130 тысяч гектаров. Кроме того, в текущем году нам необходимо вовлечь в сельскохозяйственный оборот не менее 71 тысяч гектаров пахотных земель, увеличить долю севооборота в составе пахотных земель с 75 до 80%. Пообещал глава области взять на особый контроль и санитарную очистку городов и сел. Здесь активизироваться должны не только коммунальные службы, но и жители многоэтажек и частных домов, а также организации, за которыми закреплены территории. В два раза увеличить объемы производства. Такую задачу перед предприятиями из Северного Казахстана поставил глава региона Кумар Аксакалов. Он побывал на нескольких заводах Петропавловска. На ЗИК-100 производят полувагоны, зерновозы, платформы. Это цех по формированию и ремонту колесных пар. Таким области обратил внимание руководство предприятия на задачи, поставленные главой государства в послании. Необходимо проводить планомерную модернизацию производства. Это позволит увеличить привлекательность завода для покупателей. Сейчас портфель заказов сформирован до августа. Затем глава региона посетил Петропавловский тракторный завод. Это одно из самых перспективных предприятий региона. Здесь делают сельхозтехнику. В прошлом году на полях опробовали трактор «Батыр». Сейчас ведется разработка других его агрособратьев. Вот эта техника позволяет технологию соблюсти. Задил проход, делаются все операции. Сеет, подрабатывает, прикатывает и вносит удовлетворение сразу. Поэтому очень важно это производство для нас. Будем просить через Казах Агрофинанс, чтобы нам они помогали. Ну и время покажет, крепость так ведь. Надо делать очень хорошо, с хорошего материала, с хорошего металла, чтобы потом наши покупатели не жаловались. Следующим пунктом в маршруте рабочей поездки главы региона стал Петропавловский завод тяжелого машиностроения. Он посетил самый большой цех – третий. Здесь занимаются производством оборудования для энергетической отрасли. В частности, для теплоэлектроцентрали Петропавловска, Тимиртау, Экибастуза. Сейчас делают панели для котлов российского города Подольц. Завершить работы планируют к концу лета. А это первый механический цех. Здесь провели модернизацию оборудования. Цех работают две смены. Заказов довольно много. И для железной дороги мы делаем, и для нефтеперерабатывающего оборудования, и нефтедобывающей промышленности. Сейчас с россиянами идет заказ. Делаем ОПРС-40 для Тюменского региона, и для УЗИ параллельно идут заказы. А эта выставка оборудования проходит уже на территории завода имени Кирова. Главе региона показывает ретранслятор эфирного цифрового телевидения для малых населенных пунктов. Стоимость 17 миллионов тенге. Скоро контейнер вышлют заказчику в Москву. Заводчане надеются, их продукция снова станет популярна не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Здесь изготавливают печатные платы. Высокоточное оборудование делает 10 отверстий в секунду. Презентовали главе региона и инновационный проект – 3D-принтер собственного производства. Разработчики надеются, что такие будут в каждой казахстанской школе. Сейчас один стоит около полумиллиона тенге. При серийном выпуске цена снизится на 100 тысяч. В 2016 году объем производства на заводе имени Кирова составил 7,7 миллиарда тенге. План на этот год – 8,4 миллиарда. Подводя итог рабочей поездки, Кумар Аксакалов отметил – предприятиям необходимо активнее привлекать заказчиков. По итогам 2016 года, четыре наших крупных завода, они произвели продукции порядка 16 миллиардов тенге. Но это, конечно, мало. Загрузка наших заводов по итогам, опять-таки, прошлого года составила 27% всего лишь от их производственной мощности. Поэтому задача на этот год – как минимум в два с лишним раза увеличить объем производства. Для этого мы будем сейчас работать, искать инвесторов, привлекать инвестиции, привлекать заказчиков. В Петропавловске прошла 13-я сессия областного маслехата. Народные избранники приняли решение по 22 вопросам. Сначала об итогах работы депутатов. За 2016-е они провели 12 сессий. Уточнение бюджета, состояние дошкольного образования, подготовка к отопительному сезону. По разным вопросам приняли около 120 решений. На прием к народным избранникам записались и пришли 712 североказахстанцев. На встречах с населением озвучены 67 обращений. По 25 из них проблемы решили. По предложению депутатов Мамбетова, Иркебулан, Нурмагамбетовича, Розалина, Ежан-Кабиевича, Шолия Юрия Ивановича, в истекшем году проведен средний ремонт дорог протяженностью 20 километров. В районе Габита-Мусрепова проведена подсыпка дорог протяженностью 50 километров. Проведен ремонт в отделениях центральной районной больницы села Новоишимская. Депутатом Сапаро Малтембекси-Пиловичем проведена работа по развитию села Нагайбай. Построен центр досуга населения, асфальтированная улица, установлено уличное освещение, мини-футбольное поле с искусственным покрытием ведется, строительство пяти жилых домов. В регионе активно борются с коррупцией. Большую роль в этом играет профилактика и обучение госслужащих. Здесь фан перевыполнен, говорят представители аппарата Акима области. Антикоррупционную школу прошли около 2000 слуг народа. Это на 600 больше, чем планировалось. Несмотря на положительную динамику, мы на более чем 27% перевыполнили план обучения. Но тем не менее, отдельными госорганами в прошедшем году допущено невыполнение собственных планов и заявок на обучение в региональном центре повышения квалификации. Так, например, Козлжарский район не обучил 18 государственных служащих, Аертавский – 13, район Шалакана – 8. Кстати, не на всех сайтах госорганов своевременно обновляют информацию. Замечания сделали у Алихановскому району. Всего в прошлом году в регионе выявили 56 коррупционных преступлений. Государству причинили ущерб больше, чем на 157 миллионов тенге. Наложен арест на имущество подозреваемых на сумму, превышающую миллиард тенге. Привлечено к уголовной ответственности 41 должностное лицо. Из них однослового уровня 16, районного 9, городского 13, сельского 3, в том числе первых руководителей 10. Основная доля совершаемых должностными лицами преступления приходится на взяточность, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, присвоение расстраивания бюджетных средств. За нарушения при реализации государственных программ возбудили 17 уголовных дел. Сумма причиненного ущерба – почти 50 миллионов тенге, отмечает Нигмеджан Сапаров. А вот к дисциплинарной ответственности привлекли ровно 100 госслужащих. При этом в Северном Казахстане самый низкий уровень коррупции в стране. Заседание Совета по этике прошло в Петропавловске. Ключевыми темами встречи стали коррупционные риски в правоохранительном ведомстве, в Акаинском районе, а также в нескольких отделах гора Кемата. Предупредить коррупцию – главная цель, которой должны придерживаться все госучреждения. Чтобы найти уязвимые места в законодательстве, проводится специальный анализ. В кодексах об уголовных и административных правонарушениях полицейские выявили несколько пробелов. Это такие статьи, как незаконная охота, неисполнение или ненадлежащее исполнение безуважительных причин обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей родителями или иным лицом, на которые возложены эти обязанности уголовного кодекса. А также статья 431, то есть хулиганство, совершенное несовершеннолетними, и такое же административное правонарушение, значит, статья 441 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях, нарушении запрета курения в отдельных местах. На охрану общественного порядка полицейские ходят с портативными видеорегистраторами. Так что даже предложить взятку стражу порядка с гаджетом не удастся. Все фиксирует камера. Но вот один факт коррупции в этом году все-таки зарегистрировали. Члены Совета по этике рекомендовали полицейским серьезнее подойти к выполнению рекомендаций. Если из 23 рекомендаций, которые вам были вынесены, на сегодняшние 7 рекомендаций, да, она при неисполнена, то тогда надо вообще ставить вопрос о том, насколько эффективны те рекомендации, которые вам вырабатывают, и насколько они исполняются теми государственными органами, которые проводят анализ, который проводит анализ срока ингресса. О работе по противодействию коррупции в Акаинском районе отчитался Иркин Жакупов. Здесь регулярно проводят профилактические беседы с госслужащими для укрепления служебной дисциплины. Но факты нарушений все же есть. За нарушение нормы дискодекса привлечен один государственный служащий. За проступки дискредитающей государственной службы привлечен двое. Кроме того, в районе были нарушены правила наложения дисциплинарных взысканий. Говорили на заседании и о работе петропавловских госслужащих, а именно специалистов сверх ЖКХ, архитектуры и земельных отношений. Чаще всего жалобы от горожан поступают именно на эти отделы. С начала 2016 года только к нам в департамент поступило 17 обращений на действия указанных государственных органов. Из них 13 обращений на действия отдела жилищно-коммунального хозяйства, 2 обращения на отдел архитектуры и градостроительства, 2 на отдел земельных отношений города Петропавловска и по ним проведено 9 внеплановых проверок. 5 обращений перенаправлены по компетенции, 1 обращение прекращено на основании ходатайства заявителя. По итогам проверок 12 сотрудников отдела жилищно-коммунального хозяйства привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности, в том числе за совершение проступков дискредитирующую госслужбу. Заместитель Акима города Кайрил Агалеев пояснил, основная причина жалоб связана с частой сменой специалистов. Госслужащие не задерживаются на работе с низкой зарплатой и большими нагрузками. Рассмотрели на совете дисциплинарное дело в отношении Акима Тарангульского сельского округа Бибегуль Ермикбай. В департамент обратилась Дина Иванова. Она рассказала о неэтичном поведении представительницы власти. Члены Совета поэтики рекомендовали главе района за этот инцидент уволить Акима сельского округа. Очередной пресс-тур провел региональный филиал СЦК. В программе поездки промышленные предприятия региона. Пряники, пирожные, кексы, печенье. Без этой продукции не обходится ни одно чайпитие. А производят лакомства здесь, в цехах сладкой сказки. На рынке она больше 10 лет. Ассортимент с каждым годом расширяется. Сейчас на прилавках больше 200 разновидностей кондитерской продукции этой компании. Началось там буквально с двух-трех машинок. Потом мы поняли, что на этом можно заработать. Время было сложное такое, что не то, что сейчас был дефицит. Поэтому был такой период, что мы смогли развиться. На сегодняшний день на предприятии уже порядка 8 цехов. Больше 30 человек работников. Очень сильно упали продажи, когда начались эти шатания с курсом, с Россией. Сейчас вроде на место все становится. Буквально два месяца, как мы заметили, что Россия оживилась. Потребителей нужно привлекать ценой и качеством. И, конечно же, ассортиментом. Это новинка компании – набор ассорти. Цена на продукцию доступная. Средняя стоимость за килограмм – 500-600 тенге. В рынок сбыта входят пять городов Казахстана и соседние регионы России. А это еще одно предприятие пищевой промышленности ТО «Казмолторг». Продукция под маркой «Славная» появилась на прилавках Петропавловска год назад. Начинали с молока. Сегодня производят сметану, масло, творог и кефир. В прошлом году компания произвела больше 700 тонн товара. Рынок сбыта не ограничен только нашим регионам. Начинали мы курган просто с ярмарок. Ярмарки выходного дня. Познакомились с администрацией городской кургана и начали возить нашу продукцию. В течение трех месяцев продукция понравилась очень жителям кургана. В результате на сегодняшний день мы являемся курганской сети «Метрополис». Мы возим порядка по 2 тонны три раза в неделю, но перспектива 5 тонн. В планах – обновление техники и увеличение объема производства. Сейчас здесь перерабатывают до 10 тонн молока в сутки. Это треть всей мощности завода. Работают так из-за нехватки сырья, говорит директор предприятия. Молоко закупают у североказахстанских крестьянских хозяйств. Литр обходится в 115 тенге. Тоже в литрах, в тоннах и миллионах тенге считают обороты своей продукции в компании «Элтранс». Здесь делают антифриз. Для северного Казахстана производство уникальное. Продукцию поставляют во все города страны. Благодаря финансовой поддержке государства удалось увеличить объемы производства, рассказывает Виталий Гусельников. Мы взяли кредит, вот последний, это для пополнения оборотных средств. До этого мы, конечно, тоже пользовались государственной программой. Мы закупили оборудование. Полностью у нас сейчас автоматическое оборудование. На данный момент мы поставляем около 300-400 тонн в год. Вот мы во все регионы Казахстана. Здесь выпускают три вида продукции для автомашин. Сырье в основном используют российское. А вот готовый товар в соседнюю федерацию пока не поставляют. Это только в планах. В этом году на полях северного Казахстана будут работать пассивные комплексы местного производства. Их сборку наладили на Петропавловском тракторном заводе. Сделали шесть таких агрегатов. Все купили местные аграрии. Назвали его «Степан», потому что будет работать в степи. Директор завода Сергей Шинкаренко с гордостью рассказывает. Это первый комплекс, который собрали в государстве за годы независимости. Стоит такая техника порядка 19 миллионов тенге. Это на 30% дешевле, чем российский аналог. Отличие от существующих комплексов в том, что мы поменяли прикатывание и баранование. В связи с тем, что в нашей зоне имеется большой недостаток влаги, мы поменяли эти операции, сделали после сошников, сделали прикатывание и затем баранование. Поэтому после прохода этого комплекса будет исключено испарение. Основной вид деятельности – сборка тракторов и бульдозеров. Изготовили семь машин, три продали. Трудятся здесь 65 человек. Средняя зарплата на заводе – 120 тысяч тенге. Собираем пассивные комплексы, трактора К-700. Ну, нравится мне, устраивает. Зарплата нормальная, вовремя дает. А скоро здесь начнут делать и зернометы. Модели разработали и уже собирают опытный образец. Набирают обороты и в ТО «Солтусты Крабы Ресайклин». Здесь производят более 10 видов плитки и брусчатки разных цветов и форм. Она не из цемента, а из резины. Травма безопасная. В цехах перерабатывают старые автомобильные шины и получают резиновую крошку. Эту крошку мы берем двух фракций 1,2 мм и 2,4 мм. Потом мы эту крошку уже делаем глубокую переработку. То есть, они идут в пресса, в которых мы прессуем, чтобы получить травму безопасную плитку разных размеров. То есть, мы делаем 50 на 50, 350 на 350, любых расцветок и толщина от 10 мм до 40 мм. Своё дело предприниматель открыл с помощью поддержки государства. Получил льготный кредит 55 млн тенге под 6% годовых. Старые покрышки собирают на шиномонтажках, полигонах, твёрдых бытовых отходов, транспортных предприятиях. Готовы выезжать и в районы. В прошлом году заводчане произвели 7 тысяч квадратных метров плитки. Реализовали на отечественном рынке. Один квадратный метр стоит от 4 до 9 тысяч тенге. Финал областного этапа детской спортивной игры «Я чемпион» проходил 4 дня. Позади 16 напряженных игр. До финала дошли лишь самые сильные команды. Жил Борис из Петропавловска и Салауаты Урпак из Акжарского района. В прошлом сезоне в финале областного этапа встречались эти же коллективы. Акжарцы попытаются взять реванш. Принципиальная игра уже матч-реванш. Мы думаем, что мы отыграем, потому что ребята заряжены по максимуму. Но, как говорится, на путь с тренером мы тоже сказали. Команда обновила половину состава. Ей нужна победа. Следить за этой игрой будут не только болельщики, но и все участники проекта. Дети другие. Дети уже более подготовлены к этим конкурсам. И задача теперь так, чтобы этот проект был каждый год интереснее и интереснее. То есть это вот творческая группа будет работать над этим. Ну а, в принципе, основная задача, основную задачу, которую этот проект должен нести – это вовлечение детей в физкультуру, в здоровый образ жизни. А вот и первый конкурс «Многоборье». Задача не из легких. Ведь кроме преодоления препятствий на пути, ребята должны попасть мечом в кольцо. Второй конкурс – перетягивание каната. Но и здесь ребята из седьмой школы не уступают соперникам. Победа за Петропавловцами. Но мы не отчаиваемся. Есть еще много конкурсов, и мы должны победить. Мы верим в себя. Мы выиграем. По итогам состязания Солооты Урпак из Акжарского района занимает второе место. Первое по праву достается Жолбарысу. С серебряными и золотыми медалями их награждает автор проекта Евгений Сазанов и заместитель Акимаобласти Анархан Дюсенова. Соперники попали сильные, но мы все равно выиграли. На республике мы представим наш город сильной командой, так же, как и в том году. И кубок этот будет здесь. Теперь Жолбарыс представит Северный Казахстан в проекте «Я чемпион» на республиканском этапе. Он пройдет в мае этого года. Этой весной на срочную воинскую службу отправятся 700 североказахстанцев. Из них порядка 200 призывников из Петропавловска. 18 марта в Казахстане стартовала призывная кампания. Тех, кто будет уклоняться от воинской службы, по закону привлекут к административной ответственности. Их ждет штраф – 1000 мрп. Это больше 2 миллионов тенге. Продлится весенний призыв до 28 июня. Одна квитанция – один пункт оплаты. В Петропавловске создан единый информационно-расчетный центр. Теперь платить за коммунальные услуги будет проще. Их объединят в одной квитанции. Пока в нее вошли только водоснабжение, канализация, тепловая и электроэнергия. Новые счета потребители получат в апреле. Жителю Козылжарского района придется провести за решеткой около пяти лет. При помощи домашнего инструмента молодой человек вскрывал во дворах Петропавловска иномарки. Магнитолы, видеорегистраторы, сотовые телефоны, деньги. Злоумышленника интересовало все ценное, что можно было обнаружить в салоне авто. Заметных повреждений на автомашинах не оставалось. Преступник проникал внутрь без лишнего шума. Взламывал замки ювелирно. Испокон веков народ требовал хлеба и зрелищ. Еще до нашей эры родился театр. А 61-го года прошлого столетия во всем мире стали отмечать праздник лицедейства. 27 марта во всех театрах Северного Казахстана в честь Международного дня театра прошли торжества. Отмечали лучших служителями Эльпомены. В областном русском драмтеатре Погодина вручили 13-ю премию имени народного артиста Казахстана Ивана Арчибасова. А в Казахском театре имени Сабита Муканова статуэтки и дипломы по семи номинациям премии Алтын-Сака. У 13-летней Дианы Бесинбаевой опухоль головного мозга. Девочке срочно нужна операция. Ее судьба сейчас в руках неравнодушных людей. На лечение нужно около 6,5 миллионов тенге. До отъезда в Москву осталось несколько дней. Подарить Диане Бесинбаевой шанс на выздоровление можете и вы. Банковские реквизиты сейчас на экране. Всю необходимую информацию получите по номеру или на странице в социальной сети Instagram Помощь Диане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова